Яков Григорьевич Умеешь ссориться с начальством А потом это отражается на мне Как на закадычной подруге Так, ну ладно Мамин читательский совет Только три человека И еще я позвала Петю Зачем? Мой день рождения, кого хочу, того и зову Ну хорошо, день рождения твой, ссориться не будем Но предупреждаюсь, за столом будет напряженка Напряженка это напряжение? Не придирайся к слабому Ну хватит вам, Петя может быть сам не придет Идет он без самолюбия Салат прошу в центр, а селедку левее Я бы этого не делала Ну вот так Не трогай Есть хочется По-моему, еды мало Да что ты, три дня еще будем доедать Вечно паникуешь Тащи мясо Ты хочешь все сразу? Давай, давай, тащи все, что поместится Ой, горе мое горькое Ты можешь хоть сегодня не ссориться с матерью Тетя Кена, я ее очень люблю Ну здорово это скрываешь Ну может хватит меня воспитывать? Все меня воспитывают Комсомол, местком, родная мать Дайте лучше сигарету Да ты что, два месяца не курю Для голоса и тебе советую Возьму, Игоря Зачем ты туда ходишь? Взять сигареты Это неприлично Мамочка, твои понятия приличие их из девятнадцатого века Очень жаль, что ты так скверно знаешь Девятнадцатый век Опять про стипендию Ну хватит вам Не цепляйся ты к ней Да я стараюсь Да просто слышать не могу этот жаргон И потом смотреть противно Как она бульгарно кокетничает с Игрим Николаевичем А он реагирует? Шутит? Всегда шутит Представляете? У него на столе четыре блока Союза Аполлон Вот бы подарил два по случаю дня рождения Моего рождения Напоминаю Моего рождения А ты и я Это одно целое Да Ты ведь всем пожертвуешь А не единственной дочери Всем Я надену твою розовую кофточку Нет уж Ну почему? Почему что я надену ее сама Да? Ну да А мне она очень идет А мне надо сказать тоже А тебе сорок А мне в два раза меньше Прекрасно Стало быть На моей стороне все преимущества Особенно сегодня Мое первое преимущество Я пошла переодеваться на кухню А ты надень или пестрое пластичко Или свой дорогущий светарок Чао Какая-то она сегодня особенная Еще бы Открыла пятый десяток Ой, ну дорогие гости Можно и к столу Вот это действительно девятнадцатый век Ровно в восемь Тем более далеко идти Я вышел из комнаты На шестом ударе часов На восьмом ударе часов Я здесь Где гюмелярша? Переодевается Я последую ее примеру В сорок четвертом году Когда я вернулся с фронта Кате буду восемь лет А сегодня сорок Боже мой Как летит время А где вы были в сорок четвертом? Ой, кончала школу Проваливалась в консерватории Я без стука С моим подарком надо прямо на кухню Боже мой, стерлиц Это же из музея вымерших животных Живой экспонат из красной книги Выведен искусственным путем Ой, она живая? Я привез ее в ведре А вот мы сейчас напустим в ванну воды И туда ее О, вы уже в смокинге А я еще даже не надел белую рубашку Так что всю операцию беру на себя Ну, хорошо Добрый вечер О, почему вы с ведром? Боже мой, Катенька Какая ты красивая Правда? Я думаю, это Кофточка у нас такая Общая Специальная Специальная Вот это стерлиц Самый экзотический подарок Который я мог вам сегодня преподнести Условие мы съедим ее завтра без гостей Я ее очень хорошо приготовлю По проверенному моему лицу Извините, Бога А что такое? Я вас поздравляю Спасибо, Борзон Игорь, я снащила у вас сигарету Живая рыба Фу, какая красивая Минутку внимания Пока не на гостей Здесь все свои Милая, дорогая, Катенька Вот уже 32 года Я поздравляю тебя в этот день 32 года назад Это был грустный день Мы получили похоронную Мы получили извещение О геройской гибели Александра Владимировича Твоего дедушки 20 лет нет С нами незаведной Анастасии Васильевны Асеньки первой Твоей бабушке Которая тебя так и не видела Ну, может, не стоит об этом сегодня? Стоит Мы должны Помянуть тех Без кого не было бы Сегодняшнего дня Я разлила Так, не щекаемся Давайте вместе с мамой и папой Помянем и Валентину Борисовну Тетю Валю Спасибо Ей тогда было столько Сколько тебе сейчас Вот Этот браслет Она очень любила Вот мы посоветовались Валечке Это вот Наш подарок После Валечки Ты для меня Самый близкий человек Не благодаря В общем, трогайте, ну да? Немного сентиментарного Пробуйте немного Помолчать Я выпускаю стерлядь в ванну И надеваю белую ромашку Боже мой, ну и стол Катя, ты волшебница Да и я Это Кена у нас волшебница Режиссура тети Кена Исполнители две елочки на две Ап Ап Как есть хочется И выпей Ой, ну и я сама Тестные передние Поздравления будут короче Да, не давай матери Обсуждать дела Слушай, ни в коем случае Надо было бы сразу налить Но я не знаю, кому венокому Водку Всем водку не ошибетесь Почему я веноку? А я, а Катя А я водку А, хоть один свой человек Вы извините, что я без пиджака Вы в этой рубашке Выглядите на 32 А то и на 30 Сядете здесь А я здесь, ладно? Хорошо Здрасьте Здрасьте, здрасьте Поздравляю Спасибо, спасибо Здрасьте, пожалуйста Мам, дай ему тапочки Тапочки какие, тапочки У нас нет столько тапочек Пусть себе топчет на здоровье Не ужасно Здрасьте, Валя Здрасьте Здрасьте, здрасьте 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 Вы мерзкие Здрасьте Здрасьте Проходите, проходите Проходите Без стеснений Пожалуйста, предупреждаю Никаких прелюдий Ничего Будет горячее Это хорошо Когда предупреждают Да Я только умоляю Посадите меня куда-нибудь Подальше от него Вы только посмотрите Какая красота Как вам это удалось Так все красиво Дорогая 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 Екатерина Александровна После Программы Время Будет Второй тайм Записи ЦСКА Торпеда Мы включим Телевизор Садитесь Пожалуйста Садитесь Пожалуйста Садитесь Пожалуйста Да что у него Четыре выступления Все Садитесь Петя тебе Получается Драма Ухаж Да Я Не Торпеда Еще Одна Посты Я Посты Я Посты Я Посты Дайте мне сказать, дайте, пожалуйста, мне слово. Да, пожалуйста, возьмите. Я хочу выпить за подругу мою дорогую. Катя, сегодня ты разменяла пятый десяток, и не нужно этого стыдиться. Из этих четырех десятков три мы прожили вместе и не поссорились ни разу. И вообще, не такие уж мы с тобой бедные. У тебя есть Аська, а у меня однокомнатная квартира. Ну, пожалуйста, не смейтесь, однокомнатная квартира тоже кое-что в наше время. И не такие мы с тобой одинокие. У тебя есть я, а у меня ты. И дай бог тебе счастья. И, пожалуйста, не реви, а то у меня потекут ресницы. Поздравляю. Друзья мои, не стесняйтесь. Пожалуйста, я прошу вас. Мамочки, любимые, за тебя. Как вы думаете, сколько лет существует эта пауза? Я читала про нее еще у Гумера. А вот мы ее разрушим. Мои дорогие читатели. Здесь сидят те читатели, для которых написаны все лучшие книги на земле. Для Василия Никитича, столяра, краснодеревщика. Для его жены, Клавдии Трофимовны, медсестры. Для Валечки, ткачихи из текстильной фабрики. Мальчишки ищут в книгах веселые приключения. Девушки возвышенную любовь. Женщины, идеальные семейные отношения. Мужчины, что вы там ищете, острые ощущения. Некоторые зачитываются детективами, как наркоманы принимают наркотики. Пусть и так тоже можно. Но вот вы, мои родные, вы ищете в книгах всего. Для вас чтение это хлеб, воздух, утоление жажды. Вы читаете и хотите, как бы вам это точнее объяснить, хотите сделать лучше самих себя, своих близких, природу, общество, наконец. Для вас, мои родные, написаны все лучшие книги на земле. Для вас, мы, библиотекарь, вкалываем не за зарплату и не жалко. За все три тысячи абонементов. Кен, мы же забыли горячую картошку. Три тысячи. Я нас трое. От каждой тысячи. Я тоже читатель. А я? Ну, пять. Пять. Тоже еще. Ну, выпили. Подожди, сейчас мать вернется с картошкой. У меня абонемент номер 117. А у меня 2071. А у меня первый. О, а чего ж ты меня сразу не записал? Малограмотная была. Это точно. За 30 лет библиотеки и выучилась. От курочки Ряба до семьи Тибоху. Господи боже мой, сколько хороших книг написано. А какое счастье, что телефоны поздно изобрели. Без телефонов Чайковский сколько писем написал фон Мэг. С телефоном он бы их не написал. А вот платили бы деньги за междугородные разговоры, как мы с мамой. И ездили бы на лошадях, они летали на самолетах. А что, Ася, ты знаешь? Вот ездили бы на лошадях, и жизнь была бы длиннее. Вот вы знаете, я люблю медленные книги. И про природу, и как едят, как тихо разговаривают, как долго любят без взаимности, люблю. Я только сейчас раз-два и готова. Ну, мама, долго нам сидеть с поднятыми рюмками? Я снимала картошку. Валерий Куркин, давайте сюда, вращал в центр. Давайте за всех нас. За всех нас и прошу учесть, что в моей комнате все оборудовано для танцев под новой проигрыватель. Спасибо. Вам две? Одну. Предупреждаю, первый танец со мной. А середочки, картошки, никто не хочет. Нет, они... Пейте, пейте, дружище, беспокойтесь. Аська, почему ты вас вызываешь? Тихо, она меня не беспокоит. А вы что же, вам скучно? Нет. Ну, вообще-то я люблю, когда за столом человека 4, ну, 6. А так, наверное, точно могу сказать, что на каждой минуте будет. Вот через час погасит верхний свет. В салате уже будет окурок. Кто-нибудь прольет вино на скатерть. Кто-нибудь забежит из соседней комнаты покурить или выпить рюмку водки между танцами, а вы будете кормить опоздавшего Маринина. А мне жаль, что вас не было на лекции. Я был. Вот. И за кулисы не зашли. Вам не понравилось. Вы были на флоре и фауне, конечно. На любви и дружбе. Я про флору и фауну и сам кое-что понимаю, а в любви и дружбе как-то до конца не разобрался. Да, Петя, вас так зовут, кажется. Давайте выпьем за моего учителя. Отвергаю. Я тебя не учил о любви и дружбе. Вы меня учили жизни, Игорь Николаевич. Это гораздо важнее. А потом в своих выступлениях я до сих пор пользуюсь конспектами вашей лекции. И еще лесной газеты и Виталия Бианки. Что? И книга, и дружебника, и телепередача в мире животных. Ты что, меня упрекаете за это? Нет, просто уточняю. Послушайте, молодой человек, я читаю лекции популярные. Они для знатоков и вправе пользоваться цитатами. Конечно. Ведь собственные мысли это кратчайшее расстояние между двумя цитатами. Это не ваша острота. Не моя. Как и ваша лекция, не ваши собственные мысли. Послушайте, молодой человек. Вы еще пока около науки не вправе говорить о кентонах. Томский, Кокстрот. Виталий. Да, прошу вас, Азинька. Прошу вас. Верент Воронин еще не оболку, аж? Судя по тону, да. Вася, куда ты, Башенька, пацан? Пойдем, иди сюда. Ладно, дотуй. Ой, Вася, ну что ты, Башенька? Ой, Вася. Ладно, дитя Трофимовна, вас ждет Яков Григорий. Пойдем. А сейчас? Вы знаете, если будет гол, вы нам крикните. Сейчас повторяю заведомо. Договорились? Пошли, старик. Ну, Педя, вы шегул, коллега. Вы мне нравитесь. Да. Пожалуйста. Вот сюда, пожалуйста. Да, ты, Педя, пожалуйста. А вы чем у нас занимаетесь? Экологией популяции? Ну, экология, популяция. Вы не употребляйте такие научные слова, вы их не знаете. А вы знаете, так и тоже не употребляйте. Чем я занимаюсь? Есть в воде паразиты, они буквально высасывают все соки из рыбы хозяина. А выяснилось, что паразит повышает у рыбы аппетит. Короче, не паразит губит рыбу хозяина, а наоборот, он способствует ее развитию. И это вы выяснили. Да, я тоже. Гол! 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 Что такое? А что ты так несешь? Сахаров, вот такой боль. О, повторяю. Последнее танго. Катенька? Песня? Твое. Ну ладно. А я с Виталием, ой, не знаю, как по-батюшке. Мэлла, Аркадь. Вы мне не напоете песню из Многосерики Ольги Сергеевны? Это, позвольте, это Никита Ревердиева. Да. Я могу, только давайте сосредоточимся к другой памяти. Ладно. А мы с вами давайте потанцуем здесь, по-старомодному. Ну ты как же? Ну, вы положите мне руку на плечо, я обниму вас за талер, Ну, помните, как танцевали раньше? А, я так давно не танцевала. Да. А я не вижу смысла в этих твистах и шейках. За полтора метра от дамы танцуешь, прыгаешь, рядом прыгает какая-то другая дама, с кем танцуешь, непонятно. А я когда слышу танго, всегда вспоминаю Пахомова и Горшукова. Какие артисты, правда? Да. Вообще-то я не люблю фигурное кота, нет? Ну, и зря. Вася. Вася. Ну, иди сюда, помоги. Ой, извините, пожалуйста, я в стране ничего не ела, из-за одной рюки. Ничего, ничего, вы не Пахомова, я не Горшуков. А знаете что? А что? А вот интересно, в озере Лохнесс живет чудовище или нет? А вам как бы хотелось? А мне бы очень хотелось. А мне тоже. Скоро узнаем. А вам нравится «Берегись автомобиля»? Очень. А вам? А мне тоже. Знаете, почему нам нравится? А почему? Нам нравится, то она не передразниваетесь. Нам нравится, потому что там... Вот что сказал Пушкин, Александр Сергеевич? Он много говорил. Ну, не острите. Он говорил, и чувства добрые я Лирой пробуждал. Добрые. Вот. Я люблю добрые книги, добрые кинокартины. А вы? Я люблю добрых людей. А вы сами-то добрые? Да? Я не знаю. Нет, наверное. Неправда. Ой, нет. Я с утра ничего не ела из одной рюмки. Расскажите что-нибудь. А вы спросите. Я спрашиваю. Вы были женаты? Был. Давно. Долго? Год. Ну, и как? Ничего не получилось. А какой цвет наш любимый? Черный и белый не называют. Ну, тогда не знаю. Нет. А теперь я спрашиваю. Можно? Я знаю, что вы спросите. Вы спросите, где ансенотец. Я угадала? Угадали. Отвечаем. Не знаю. И знать не хочу. Мы были знакомы всего неделю. Он был здесь в командировке. Увез из библиотеки до Камерона в академическом издании. С меня был начет 500 рублей на старые деньги. Я от мамы скрыла. А Аси не скроешь. Хотя она так и не узнала, что это будет Ася. Она о внуке мечтала. А вы попробуйте кусочки рога. А я его потом съем весь. Вы любите сладкое? Люблю. А водку? Тоже. Как же, да. Одно другому не мешает. Спросите что-нибудь еще. А я не спрошу, я скажу. Скажи. Вы очень славная женщина. Я вам счастья желаю. Спасибо. Танго кончился. Вы хорошо танцуете. Вы тоже. Я с утра ничего не ела. Без одной рюмки. Да, немножко. Кто чай, кто кофе. Нет, нет, нет. На ночь никаких кофе. Всем чай. А у нас есть чайный кофе. Яков Григорьевич, для ваших зарисовок. Безразмерный, значит, растворимый. Так? Скоро я смогу понимать молодое поколение только со словарем. Не скоро. Я хочу выпить. У меня есть последний тост. А что это вы, Яков Григорьевич, нас так ограничиваете? Не меня последний. Завтра костю утро. А, понял. Это что, намек для гостей? Нет, нет, нет. Это извинение за себя. Так, и так у всех налет. Я хочу выпить за интеллигентных людей. Прекрасный тост. Прекрасный. Подождите, может быть, он вам не понравится. Вот здесь собралась интеллигенция в самом высоком смысле этого слова. Столяр, ученый-эхтеолог, ткачиха, медсестра, студент. Поверьте мне, сейчас не профессия определяет, кто интеллигентный человек, а кто нет. И не географическая точка. Вы мне извините, и ты, Ася, и вы, товарищ Магин. Да, да, да. Сколько в Москве коренных провинциальных москвичей, поверьте мне на слово. Вот 30 лет я живу в этом городе. И вот я вижу по Катенькиной библиотеке, как люди становятся интеллигентными по умению думать, размышлять. Я вижу это по своим ученикам. Я слышу это в их ответах. Я читаю это в их письмах. Я поднимаю вот этот бокал заказников, который сделал для этого так много, что даже трудно себе представить. Ура, ура, ура от всех читателей. И от молодых, и от старых. Будьте счастливы. Будьте счастливы. Да, буду. Почему вы мне не дебраду пейте? Да, обо мне так не скажут, когда будут на пенсию провожать. Я прошу прощения, я говорю, я выпил, но хочу внести поправку. Позволите? Вот я москвич с высшим образованием. Мои выступления слушали и слушали. От Москвы до самых, да, крайних. Ну, хотя бы, хотя бы. А как по-вашему, Игорь Николаевич, я интеллигентный человек? А чёрт тебя знает. Асенька, сделайте мне, пожалуйста, кофе с растворением. Нет, я настаиваю. Я настаиваю, что Москва это Москва. И мы москвичи. Здравствуйте вам, как говорят в Одессе. Чем обязаны? Я шла мимо. Катя, я тебя поздравляю. Спасибо. Женя, садитесь. Мне нужно кое-что тебе сказать. Минуточку. Спасибо. Выйди на минуточку. Да отдохни ты, Бога ради. Отдохни. Нет, 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 спасибо, Талик, я ждала твоего звонка. Я не позвоню, да? Я не позвоню. Я не к Екатерине Александре-то пришла, а ко мне ты пришла. Меня к вам, Асенька, ревнует. Боится, как бы я вместо Виталия Маринина не стал Виталий Асин. А я бы стал. Перестань, ты пьян. А что, у пьяного на языке этого утрезала где? Вот она, ваша интеллигенция, Экл Григорьевич. Полюбуйтесь на неё. Ну, полюбуйтесь, товарищи, да она мне про воду не даёт. Ну, отвечай при всех. Зачем ты пришла? Отвечай сам. Она за мной пришла. Как тебе не стыдно? Женя, подожди, а вы, товарищ Марин, как же можете... Извините, это в наше время. В наше тоже. Не нужно, пожалуйста, я прошу вас. Да что же это такое? Да, да, конечно. 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 Мило, мило. Тёть Кать, простите, я не хотел. Так и нужно было. Ой, Господи, у него же и кровь. Ну, помогите. Я говорила тебе, мама, его не надо было звать. Ага. Кого не надо было звать? Того, кто ударил или кого ударили. Помогите кто-нибудь довезти его до ванной. Идиот. Да. Да, недолго музыка играла. Всё-таки я настаиваю, чтобы все перечалили. В одной пьесе Чехова есть великолепная фраза. Тихий ангел пролетел. Ой, что? Спокойно. Это там стерлядь плещется в ванны. Незнающие испугались. Слезай. Ну, я пойду. Куда вы пойдёте ночью? К Пете. Он сейчас нуждается в помощи гораздо больше, чем Марине. Но вы же не знаете, где он. Ну, или под окном, или за углом в сквере. Кстати, Асенька, к вопросу об интеллигентности. Если бы Маринину не врезал Петя, я бы это сделал непременно. Вы передайте ему, когда он вымоется. Слезай. Продолжение следует... Все ушли? Только что. А мама? Посуду мою. Надо бы ей помочь. Она мне не разрешила. Ну тогда, спокойной ночи. Вы его нашли? А как же, два часа бродили. Что он вам говорил? Он молчал, говорил я. О чем? Рассказывал ему, какой он хороший парень. Я вам поверю? По-моему, нет. Ну и правильно сделал. Знаете, кто хороший парень? Петя. Нет. Вы. Ну, я уже и не очень парень. Дяденька-мужчина. Покажите, вы видели в Москве Сирануда Бержерак? Ну, давно когда-то. Еще с этим, с Берсеневым. Нет, сейчас. Нет. Вот вы похожи на исполнителя главной роли. Но только... Ну вы какой-то надежный, что ли. С вами можно спать спокойно. Нет, я не в смысле, а в смысле чувствовать себя под надежной защитой. Ведь это сейчас так необходимо. Я не знаю, ведь сейчас все женщины, как мужики, все на себе тянут. Как ваша мама? Ну, хотя бы. Они же никто никогда не заботился. Была я, а я была ревнивая девчонка. Она вечером в кино, а я в рев. И она отдавала билеты. А сейчас? А сейчас? Сейчас ведь пятый десяток. Финита ля комедия. Вы серьезно думаете, что финита? Ну, еще бы. Моего возраста навалом кого заинтересует пятый десяток? Нет. Жизнь надо устраивать вовремя, а не то ставить крест. Вы меня тоже имеете в виду? Ну, что вы. Вы же мужчина. И при том такой мужчина. А знаете что? Давайте выпьем за дружбу, а? Там осталось немного вина. Вся посуда у мамы, но мы из одной кружки. Я выпью первое, и вы узнаете мои мысли. А теперь вы. За вашу беспросветную юность. А сейчас знаете, что я сделаю? Вот. Мама! Мама, не сюда сейчас! Мама! Ну, что такое? Ну, иди. Ты не подумай, что мы целовались. Это моя инициатива. Игорь меня растрогал. Моги мне расставить посуду. Я хотела принять вам, хоть там мы это стерлядь. На влаханье можешь мыться. А Игорь поможет тебе расставить посуду. Помочь? Спасибо. Спасибо, да, или спасибо, нет. Спасибо, нет. Ну, тогда спокойной ночи. Да, конечно. Да, вот я что хотел спросить. Это Юрьева опять сообщила какие-то новые неприятности? Да нет, так свежие факты. Такое всё-таки несчастье, что специалисты по нервотрёпке всё ещё действуют. Когда слушается это ваше дело или как оно называется? Оно называется вопрос. Вопрос о воспитательной работе в библиотеке имени Пушкина. А.С. Он будет слушаться, когда И.Н. Пушкин будет уже далеко. Я сказала, не остроумно? Не остроумно. Очень неудобно это ехать от вас. Целый день. Что поделаешь? Спокойной ночи. Иду. Дайте что-нибудь почитать. Новый мир на полке. А что там? Чингисайтматов. Чудный писатель. На. Такой ни на кого не похожий. Да. Докладываю. Ксения Ивановна доставлена благополучно. На бульваре с Марининым они пели в унисон. Он забыл о своей ненависти к эстраде. Как его нос. Никаких последствий. Воспитательное же значение происшедшего неоспоримо. Он был очень внимательен к товарищу Юрьевой. Она пошла его провожать до гостиницы. Все-таки она его, а не он ее. Ну, ты все хочешь сразу в один урок. Да урок-то уж больно противный. В наше время тот, кто бьет, выглядит всегда хуже, чем тот, кого бьют. Даже когда бьют за дело, наверное, ты права. Хотя я очень люблю пить ворону. Нет, уже тем не менее. Ты знаешь, а вот Ася... Ася, по-моему, вообще никого не любит. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Не целуйте меня, я кремен. Ой, ну что поделаешь. Казенька, стукни мне завтра в 7 утра. Непременно. Ложись. Игорь! Ну что ты кричишь? Что ты кричишь в 2 час ночи? Да, что? Игорь, вы взяли билет на послезавтра? Нет еще. Берите 2, я поеду с вами. Мамочка, я хочу успеть 18-го открытия сезона все равно... Ну, в общем, из Москвы я тебе сразу позвоню. А у тебя, я уверена, и так все будет в порядке. Ты не возражаешь? Не возражаю. Игорь, мама не возражает. Вы возьмете билеты? Хорошо, возьму. Берите 2 верхних. Ляжем на полке и будем весь день болтать. А вы из Москвы прямо в отпуск? На смирных щеке. Я вас провожу. Мамочка, знаешь, как кончается 2-й акту Чехов? В Москву, в Москву, в Москву. У нас так много вещей, и некому проводить. Не знаю, у меня сегодня школьники, 2-ю смену. Попробую удрать. Хотя, собственно, поезд стоит всего минуту. Будьте осторожны. Здесь так мало садятся. Наверное, мыши не следят, чтобы успели. Мамочка. Спасибо. Мам, я послезавтра пойду в ГУМ, куплю штапель и пришлю тебе с проводником. А ты шей мне, пожалуйста, такую длинную-длинную юбку. Она мне для репетиции пригодится. А Петька привезет. А то в костюмерный брать противно. Она мне еще в садик брала с собой свою подушечку. Не могла спать на казенной. Игорь, дайте закурить. Пойдешь по улице с папиросой? Ну, мама, мне в октябре уже 21. Ну, это просто старость. Кстати, Игорь, приглашаю вас на мой день рождения. Вы пищевите шампанское и приносите только полусухое. Ася. Я без такта? Увы. Совместное воспитание периферийной мамы и столичного театрального института. Это пройдет. Вы думаете? Хочу надеяться. Ну, вот позднее начнете меня воспитывать. За целый день можно, ой, сколько успеть. Главное, успеть съесть все, что наготовила мама. Съедем. Так, ну что, сели на дорожку. Не надо, мама. Мамочка, доченька. Я все очень прощаю. Пойдуешь писать писем. Ни пуха тебе ни пера сегодня. Меня до Москвы Игорь сбережет, а там меня все берегут. Петьку поцелуй, пусть не боится. Мам. Ну, все, все, все. Все, все, все. Ну, что? Быть счастливой. Спасибо. До свидания. Вы приедете еще? Все может быть. Библиотека. Да, здравствуйте, Филипп Викторович. Собираюсь. А на когда перенесли? Совсем отменили? Сели с чем? Спасибо большое. На день рождения был позавчера. А с чем еще вы подрожаете? Ну, потерплю. Я ведь не любопытна. Всего хорошего. Это кто звонил? Филя. Я вас вечером подожду возле управления. А, не надо. Наш вопрос сняли. Перенесли? Совсем сняли. Почему сняли? А почему ставили? Он вас не любит. Сейчас вдруг полюбил. С днем рождения поздравил. Еще с чем-то. С чем? Говорит, завтра узнаю. Да, Ася просила тебя целовать. Я это сделаю с большим удовольствием. Она пришла от меня в штапель с проводником. Я сошью ей длинную юбку. Поедешь на сессию и свезешь. Ладно. Ну, не кисни, не кисни. Что такое? Да ничего. Вот у меня тут список литературы на этот полугодие. У вас ничего нет? Почему-то нет. Да и сюда. Все будет. Если не достанем Кострометок из Москвы, выпишем. Милый Тимович, сейчас же централизация. Официально или по блату? Абсолютно официально. Согласно постановлению о библиотеках от 12 мая 1974 года. Вот так-то, малюк. Она с Игорем Николаевичем поехала? Да, с ним. Он ведь ее не клеил. Господи, хоть бы ты не говорил этих слов клея. В случае, клеил. Клеит картон, фарфор, бумагу, что там еще. Ее тоже все клеят. Жаль. Он мне понравился. Аське тоже. А вам? Нет? Откуда ты знаешь? Екатерина Александровна. Здравствуй, Ась. Прощадный визит. Благодарю. Котя, Филипп Викторович просил тебе передать. Завтра, с утра. Он звонил только, что я в курсе. За тобой будет его машина, и ты едешь в Кострому. В обком. Что я еще такое сотворила? Я не имею права говорить. Ты боже мой. Я не уполномочена. Меня просили не говорить. Если тебе просили, ты не говори. Ну ладно, ладно. Выйдем на минуточку в коридор. Говорите тут. Мы выйдем. Нет, нет. Вы знаете, я очень тороплюсь. Пойдемте. Я извиняться буду. Сейчас не смогу. Да я, собственно, и не обижен. Ну идемте, идемте. Идем. Сталик, я сейчас. Давай, давай. Рыбзавод выдвигает тебя кандидатом в депутаты. Катя, я так рада. Или кистер, и что же. Дает же машину тебе. Ты что говоришь-то. Весь день. У меня читательская конференция завтра. И мне еще нужно заехать в коллектор. И здесь еще конь не ворясь. И вообще все это не может быть. Все может быть. Меня удивляют Василий Никитич. Он сталкаться позавчера. Я все время молчал. Катенька, на будущей неделе мы едем с Филе в Стройтрест по поводу ускорения строительства твоей библиотеки. И когда я вернусь, я уезжаю. Ну, у меня отгулы. И я уезжаю с Сталиком на его машине по золотому кольцу. Владимир Сударев. За что у тебя отгулы, пожалуйста. В субботу, в воскресенье сидела на осмотре художественной самодеятельной. Ну, позвольте попрощаться. Да, прощайся. Кирилл Александрович, рад знакомству. Искренне рад. А знаете что? Давайте-ка напишу статью о вашей библиотеке. У меня в журнале библиотека работает приятель. Я желаю вам всего самого лучшего. Спасибо. И большая просьба. Заранее обещаю выполнить. Не пишите, пожалуйста, статью о нашей библиотеке. Я очень вас прошу. Ещё у вас машина есть? Есть, есть. А кооперативная квартира? Ну, и квартира у меня есть. А что? Тогда не суетитесь так, ладно? Так, если я не буду суетиться, я задумаюсь. Ну, ты задумайтесь. Я боюсь задумываться. Очень боюсь. Так, спасибо вам. Мы ещё увидимся. Надеюсь. Всем привет. Я тебя в машине жду. Таленька, я жду. Катя, Талик, такая прелесть. Такая прелесть. Ой. Здравствуйте вам. Здравствуйте. Здравствуйте. И до свидания. Ой, Петя, привет. Ай, ну что. Отправилась? Отправилась. Дай что-нибудь на дорожку. А меня раздолбали, Петя. За что? За всё. За манеру, за возраст, за репертуар. И за возраст? Он сказал, что в моём возрасте уже неприлично петь песни про безответную любовь. А про что мне петь? А ты пой про счастливую. Куда на сей раз? Ой, в колхоз. Я и фокусник. На автобусе. Целое отделение. Ой. Ну. Будь. О, ключи. Ой. Поливай цветы, корми кота. Так. Ну, что там ещё в твоём обязательном списке? Уже 15 минут как едут. Да. Через 10 минут должны проезжать в Плёс. Вот смотри, пожалуйста. У тебя тут Дарвин, второй том. Ну, извини, вынуждена тебе напомнить, ты сам зачитал его год назад. А вот это вот старое врем про змеи и прочих гадок, это я могу тебе предложить. Ой, что случилось? Где Ася? Ася. Через 10 минут она проедет в Плёс. А я отстал. Отстаюсь? Насколько? Пока на отпуск, там посмотрим. Ася просила вас поцеловать. Здесь Петя. Я пошёл. Подожди. Заседание обменили? Да. Завтра вы едете в Кострому под ком. Да. Откуда вы это знаете? А сейчас там на улице Маринин чинит машину, а Юрьева бегает вокруг и рассказывает всем прохожим. Ну и мне в том числе. Ну объясните же в конце-то концу. Да не буду я ничего объяснять. Вот Петя и так всё понимает. Правда, Петя? Понимаю. Послезавтра библиотека открыта. Послезавтра? Что у нас? А до 4. А третьего? В выходное. Я пошёл. Подожди. Тогда послезавтра в 5 часов мы с вами отправимся на озеро. И вернёмся оттуда в понедельник. Холодильник пустой? Пустой. То есть почему пустой? А, ну да, сейчас пустой. Я же напекла с тобой. Ася и вам. Ну я слетаю в магазин. Значит, молоко, масло, чай. Чай есть. А кофе? Кофе? Ну, тоже. У вас в 3 часа будет перерыв. Вы сварите мне, пожалуйста, покрепче. Хорошо. Я постараюсь. Здравствуйте. Здравствуйте. А вечером пойдём в кино? Новая картина, говорят, не детектив. Пойдём? Ну, почему, собственно, не пойти? Пойдём. Ну вот, на сегодня план ясен. Куда вы? Петя, пошли. Пошли. Да. И принесите, пожалуйста, домой что-нибудь почитать. Что? Подождите, что? Я же не знаю, что. Ну, принесите Пушкина. Евгений Онегин, поэмы. Я вам вечером почитаю вслух. Чао. Чао. Чао, Катя, неужели ты Деника Пушкина не читал? Кто это? Это Пушкин. То есть фамилия его Пушкина, а зовут совершенно иначе. Что у тебя там? Вы дали мне книгу. Вот. Понимаете, вроде бы и она его любит, и он её любит. А они... В общем, я ничего не поняла. Я тоже. Что тоже? Тоже я не поняла. Как, вы же мне сами рекомендовали? А ты не слушай никогда моих рекомендаций. Потому что выяснилось, что я ничего не понимаю. То есть абсолютно. Ничегошеньки. Ты что, типа, и умеет? Я на это тоже ляг. Так. Так. Но я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok